всем привет дорогие друзья большой большой привет из петрозаводская из нашей снятой квартиры квартиру снимали прямо возле ж.д. красноармейская 18 если кому-то интересно если вдруг кто-то поедет и кому-то эта квартира понравится утро у нас начинается с кофе так сегодня мы сейчас вот сдаем вот эту квартиру дальше должны перекинуть вещи на другую квартиру не заселяясь туда потому что заселение в 2 часа у нас экскурсия полдвенадцатого но договорились там с хозяйкой и едем сегодня водопад кивач все про них про эти водопады узнаем что там как белая гора у нас экскурсия по-моему называется от русского севера вчера касса мы просто купили билеты на метеор но и кто пишет что дорого я с вами согласна абсолютно что дорого для вот этих вот допустим зарплат которые здесь люди получают и вообще в целом зарплаты по россии допустим на семью там метеор из 3 человек 6 тысяч в одну сторону 6 другую тоже 12 тысяч то есть это как бы вот прям если трое человек 6 тысяч в одну сторону 6 в обратную 12 по 2 тысячи билет чуть ли не загрызли на троих 12 тысяч туда и обратно ну допустим мама папа ребенок 12 тысяч вы уже только заплатили чисто за дорогу плюс там еще считаете по тысячи грубо говоря за билеты то есть это уже получается 15 тысяч только чисто на одну экскурсию съездить гонезари допами математики так еще и были не права лена ты там так это вот скучно показала и так далее там паду я показала вам экскурсию я не экскурсовод а вот показала экскурсию как оно проходит вот вы приехали обычный турист вы не экскурсоводы вы приедете точно так же поедите с экскурсии точно также будут вас возить и я считаю что это очень здорово когда есть такие видео на ю тубе когда люди понимают в чем вообще заключается экскурсия и стоит ехать или не стоит, нравится вам такой формат или не нравится на наше счастье съехали предыдущие жильцы с квартиры и мы можем оставить вещи уже непосредственно в квартире вот такая вот квартира у нас до сегодня, сейчас еще здесь придет горничная убираться но здесь хоть постельное белье есть там, я говорю, даже не было комплекта полотенце есть ну такая маленькая но нормально, уютная квартира, вот это стоит подороже чуть-чуть 3 800 вот это стоит тоже стиральная машина есть плитка есть надеюсь, что здесь получше будет вода может быть работать не знаю, нормально хорошо, самое главное чемоданы есть ой, счастье, друзья, за 5 минут долетели на такси, мы думали, мы уже опаздываем но надо было по набережной идти минут 20 а у нас уже время поджимает 10 минут остается ну хорошо, что здесь такси очень хорошо работает и плюс дешево то есть как бы вот сейчас за 80 рублей мы доехали до Русского Севера у нас здесь встреча половина 12-го сейчас у нас уже 20 минут если бы пешком шли наверное, ну может быть бы успели не знаю наверное бы прям бегом впритык мы сейчас были, ну практически у ротонды и нам надо было вот так вот сюда дойти давайте, значит у нас сейчас как всегда проблема такая взять обратный билет уже домой из Сартовала из Сартовала билетов нет индийский мрамор, да, мы знаем, где-то бывали в общем, вот такой автобус побываем также в вулканах Гервис и посетим самый известный водопад в Карелии все, отправляемся мы от речного вокзала ну сейчас мы отъезжаем с вами от собственно причала, да, откуда уходят вот метеоры и кометы на Кижи слева здание, которое раньше занимал речной вокзал, как его называли, водный вокзал сейчас это гостиница Фрегат ресторан Фрегат здесь имеется который славится своей рыбной кухней приезжали в парк, где находятся аттракционы очень любят петербурзоводчане сами отдыхать в этом парке особенно вот в пятницу, в субботу у них тут беседки, где они любят есть шашлыки петь, караоке, да, вот такое любимое место отдыха ну и конечно очень любят свою набережную в общем основная часть дороги около часа мы ехали хорошая дорога, все прямая какой-то участок вот здесь после поворота не очень большой дороги ну практически можно сказать нет поэтому можно сказать, как на качелях вы едете и вот подъезжаем мы уже к району Тивдия то есть тут добывают мрамор розовый мрамор в общем добывают его здесь уже довольно-таки давно а мы едем вот в парк Белая гора два с половиной километра еще отсюда ехать и вот такая у нас картина за окном пока мы ехали, вот этот час уже несколько раз прошел дождь несколько раз выглянуло солнце в общем ничего не меняется, все как всегда ну вот собственно само поселение Тивдия сейчас будем переезжать речку Тивдийку или Тивди посмотрите вот какая она порожистая а это деревня, ну поселение иногда даже мы видим, как спортсмены тренируются это мемориал видели мы, как 9 мая здесь тоже шествовал бессмертный полк вот с портретами своих героев вот смотрите, переезжаем смотрите какая она бурная порожистая опа, опа, баулеч приехали в этот парк Белая гора и вот эти вот две будочки в полях это туалеты что я хочу сказать туалет, ну в принципе для полевых условий нормально, ясное дело, что воды здесь нет здесь есть опилки ну мало ли, может быть это тоже вот все нужное и туалетной бумаги нет ну что я хочу сказать туризм в нашей стране, он только развивается это вот такие вот новые места куда стали ездить экскурсии а что еще такие места заповедные автобус у нас еще места в автобусе есть он не полный но желающих много людей посмотреть познакомиться с нашей природой здесь нет сети кстати ну возможно вот у людей как-то проведены какие-то операторы телефон, теле-2 допустим у меня здесь не ловит и мы сейчас, я так поняла, будем на пароме передвигаться как-то по переправе то есть вот это вот такие места чисто для любителей природы мне сказали, что там многие с палатками приезжают по ягодам, по грибам, по леснике в общем ну вот баньку кто любит смотрите банька можно искупаться о, кстати это ведь чье-то открыто видите можно даже сразу потом пойти искупаться в озеро это река не знаю переправа на мраморный карьер мы сейчас с вами посмотрим на мрамор пока мы ехали у нас рассказывали про герб Карелии про символ Карелии медведя что карельские вот эти вот сказки все там главный герой всегда был медведем и любят здесь очень это животное так а что что такое интересно вот это вот слева вода по всей видимости что ли там а сувенирчики а вот что я хотела сказать питание здесь питание все нужно брать с собой нигде ничего такого не продается мы уже ученые после вчерашней экскурсии так что мы с бананами а это вот то что можно здесь купить на память какие-то магнитики и кусочки розового мрамора сказали что мы их даже можем и найти там где-то такой вот паромчик подъезжает за всеми желающими переправиться на другой берег и частями группу перевозит ну вот это интересное приключение вот так вот сели мальчик 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 Субтитры сделал DimaTorzok Подъезжаем мы, вон она переправа, видите, ну вот здесь действительно очень-очень красивый вид, мы когда ехали, нам экскурсию рассказывали, что Онежское и Ладожское озеро, у них происхождение морское, вот изначально, да, потом там уже природа менялась, соответственно превратилась все это в озеро, но вода здесь соленая и Ладожское озеро сказали, что там волны иногда бывают до 6 метров, то есть ну это такая высота волн порядочная. Прибыли. А где ж интересная группа, которая приехала сюда до нас? Вон там церковь нам рассказывали, она под охраной государства, но она разваливается и может в общем свалиться в любую минуту, но пока что меценатов нет, которые готовы ее восстанавливать, но если здесь будет развиваться туристическое направление, возможно ее и восстановят, реставрировать. На паромах давно я не ездила, все такое покачивающееся, камушки здесь, а это что уже интересно, породы мрамора? Мы находимся на объекте культурного наследия регионального значения, центральное месторождение тиблийских мраморных ломок «Белая гора». В царской России разработки местного мрамора велись с 1768 года по 1902 год. Гора находится в двух километрах от деревни Тиблия, это там где бурная речка, вы проезжали ее. Гора вытянута почти на один километр вдоль озера Хижизира. Вот это озеро Хижизира. Высота горы над уровнем моря 100 метров, над уровнем Хижизира 25 метров. Когда я на морях, мне все пишут, ой, да надоело уже, это Турция, давайте по России путешествуйте. По России поехала. Ой, да надоело уже, что ж там у вас все сера, что ж там все так скучно. Давайте на моря, так уж определитесь, на моря или по России. Мы идем, значит, кругом этот мрамор. Да, эти все камни, это мрамор, просто он покрыт лишайниками, мхами, налетом разным. Гора тоже полностью мраморная. Гора мраморная. А это... ВИЧ-инфекцию не переносит. Можете подойти почитать, если вам интересно. Молодцы. Правильно, надо развивать наши экскурсии. Про комаров кто знает? Теперь все узнают. А это кто, интересно, сделал такую красоту? Сейчас нам все расскажут. Смотрите, видите, как лев. Как будто бы у меня такое ощущение, что там изображен. Оксана сейчас будет на фоне льва. Красавица и Чудовище Диснеевского. Это скульптура называется Карельский сфинкс. Попробуйте угадать, что здесь изображено. Ну как что, лев? Какой сфинкс? Не лев, неправильно. Типа обезьяна, нет? Нет, не обезьяна. Обезьяна. Медведь, правильно. А, я вам как раз про медведя рассказала. Кто-то видит льва, кто-то видит быка, кто-то обезьяну. Я, например, вижу чудовище из фильма Красавица и Чудовище Диснеевского. Напишите в комментариях, кто что видит, ребята. Я вижу льва. О, дождь пошел. Слушайте, представляете? Несмотря на то, что солнце светит, пошел дождь. Мелкий-мелкий. Пошли дальше. Пошли дальше. Видите, как у нас экскурсовод, знаешь. Седьмое поколение здесь уже местный. Парень все здесь знает. Каждый камушек все расскажет. Когда нас пугали комарами и дождем, дождь нам сопутствует уже все дни. И самое главное, мы ходим с дождевиками. Они у нас в пакетиках и в рюкзаках. Мы ни разу их не надели. Просто ходим и мокнем под дождем. Но это мы. Да, у меня тоже и платок, и дождевик. Все есть. Только одевать не на ход. Но здесь под деревьями как бы... Под деревьями не страшно. Не сильно мокнешь. Вырывали подгорье. Вот это вот начало подгорье. Их делали рабочие в группах по два человека. У каждой пары был бур и молот. Один рабочий держал бур, другой бил по нему молотом. Первый рабочий поворачивал бур после каждого удара. Рабочие делали скважины по площади предполагаемого подгорье. За день рабочие просверливали от двух до трех метров скважин. Когда было сделано необходимое количество скважин, скважины просушивали, засыпали туда порох, забивали глиной и толченым кирпичом, вставляли петели и взрывали. От скалы откалывались осколки, рабочие их вытаскивали из подгорья и продолжали такую работу, пока подгорь не достигнет нужных размеров. Дайте расскажу пока про этот железоделательный завод, пока я не забыла, как это называется, потому что в автобусе нам рассказывали, что вот здесь вот эти вот заводы были, железоделательные, и мы проезжали поворот на марциальные воды. Понятное дело, мы не знаем, что такое марциальные воды, не знали. И вот нам рассказали, что был работник, который работал на этом заводе, и он постоянно проезжал мимо источника, и он постоянно пил из этого источника, а у него были проблемы с сердцем. И через какое-то время он вылечился от этой болезни, и, соответственно, об этом, в общем, донесли Петру Первому, и Петр Первый стал чем-то, как бы построил там какую-то лечебницу. И с тех пор марциальными водами этими лечатся, приезжают их пить. О, злобная комара кусил. И самое что интересное, сейчас там находится один из самых дорогих санаториев в России, который входит в пятерку. В пятерку самых дорогих. А я говорю, ну, как бы и сделали бы все это для всех. Ну, туда тоже есть экскурсии, но в нашу, к сожалению, эти воды не входят. А так бы сердечко подлечили. Ого, если упадешь, то унесет. Нет, это протокон не одерывает. Классно похудает, еще не прям все. Все, наверное, выпишу, если в течение какого-то. Всего на нашем месторождении добывались 7 сортов мрамора. Они располагались в горе слоями, следующим образом. В самом верху был выветренный грязно-белый мрамор. Он в дело не шел, потому что был выветренный и трещиневатый. Его сразу откидывали. Ниже него был светло-красный мрамор, номер 1, слоем около 4 метров. Под ним был жильный мрамор, номер 2, слоем около полутора метров. Еще ниже был снова светло-красный мрамор, снова около 4 метров. Под ним был темно-красный мрамор, номер 3, слоем около полутора метров. И в самом основании скалы был мрамор чернобровый, номер 4, слоем около 2 метров. Но его жила почти иссякла, поэтому сейчас можно найти только маленькие кусочки. На 300 метров южнее, в той стороне, в брюши номер 2, добывали белогорский светло-красный мрамор. Вот так он выглядел. На 400 метров севернее, в той стороне, за горой, добывали шпатовый, номер 6, и отрывистоленточный, номер 7. Все эти сорта можно будет поближе посмотреть на том берегу, когда мы вернемся, там есть отполированные образцы. Поднимаемся наверх. А сейчас поднимаемся наверх. А сейчас самое сложное. Сколько ступенек надо посчитать. У меня любимое развлечение всегда считать ступеньки. В общем, с перепугу 94 насчитала. Но наш гид говорит 93. На ломках все женщины трудились по хозяйству. На работу на ломке брали с 16 лет. Оклад у каменотески каменоломщиков составлял от 100 до 180 рублей в год. То есть по тем временам довольно хорошие деньги. После 25 лет работы работник мог уйти на пенсию с пенсией размером 2 трети фото клада. Но мало кто дошевал до такого возраста. Потому что среди рабочих были распространены легочные заболевания. Особенно у тех, кто работал на заводе, потому что помещение завода плохо проветривалось. Икона Казанской Божьей Матери считалась покровительницей жителей Белой горы. Сейчас церковь заброшена. Ее забросили в начале 20 века. То есть в советское время ее использовали как склад, потом как кинотеатр, потом вообще окончательно забросили. Примерно 20 жителей Белой горы и Титдии кустарно изготавливали разные мраморные вещи. Пирамидки, шахматные доски, пресс-папье, пепельницы, подсвечники, всякое такое. В основном они занимались этим зимой, когда не было сельскохозяйственных работ. Летом люди работали на полях. Их целью было побыстрее сделать вещь и побыстрее продать ее неопытному случайному покупателю. Поэтому они часто халтурили. Вместо того, чтобы, например, добросовестно полировать вещь, они мазали ее бостом. Бост стирался, покупатель был уже далеко. В 1901-1902 годах ненадолго возродилась добыча мрамора. На этот раз мрамор добывали для этнографического отделения Русского музея. Архитектор Русского музея Василий Федорович Слингин настаивал на том, чтобы использовали при строительстве в музее только российские материалы. И поэтому отказался использовать итальянский мрамор. Сказал добыть мрамор на старых кирпичных каменоломнях. Здесь добыли мрамор, и в результате этого зал народов России был украшен 24-ю колоннами кирпичного мрамора. Также этим мрамором были украшены стены и пол этого зала. Кстати, карта. Онежское озеро, где мы с вами были. Дальше Ладожское, и Ладожское уже. Дальше Балтийское море. В общем, очень интересная экскурсия. Вот эта экскурсия мне как-то понравилась даже больше, чем Кижи. Кижи, точнее. Ну, я не знаю, лес, видимо. Мне просто больше, наверное, нравится лес. В общем, интересно и на паромчике прокатиться. Сейчас вот людей отвезли. Сейчас мы поедем назад, вышли совсем в другой стране. Подъехали мы к Ваукану. Здесь палаточка с рыбой. У нас все, Ленок же. Рыбу все ищет. А, здесь еще такая консервная. Корейская форель копченая в масле. Ну, это рябушка. Тут местная тоже. Все ее любят. Выращивают. Половлю вот здесь. Ну, из копченой ничего нет получается, что ли? А что там за копченая? А, копченая пахнет чуть-чуть. Икра замороженная почему-то. Форелевая замороженная. Они все продают. Нет, тут копченая чуть-чуть я не вижу. Слабосоленая есть. А, вот горячего копчения. 800 рублей за килограмм. Вот, надо попробовать. Так, вот он, да. Природный парк. Гирвасский вулкан. Ну, мы его еще, собственно говоря, здесь рассматриваем. 2 800 мы заплатили за путевку с человека, разумеется. Здесь все с человека. Девочки с нами едут на экскурсии. Они поделились с нами контактами полезными. Сортовала. Они, наоборот, начали оттуда. Приехали сюда. Ага. Недорогие билеты. 100 рублей. Древние вулканы. Ну, она на 200 рублей дороже стоила экскурсии. С вулканами или без вулкана. В общем, здесь самостоятельные гуляния. А, сейчас, да, пока мы ехали, рассказывали, что в Карелии снимали очень-очень много фильмов. Даже «Белое солнце пустыни» снимали тоже здесь. А вот фильм «Любовь и голуби» я хотела посмотреть вместо съемки. Там уже сказали Медвежье, как это называется, место. Но там уже нет этого домика, в котором проходили съемки, потому что он развалился. Он развалился, и поэтому, соответственно, сейчас какой-то нашелся меценат, который за свои деньги там уже отстроил голубятню. Предприниматель. Везде есть предприниматель. Здесь такие каменные фигуры. Но мы сейчас с вами подобные видели уже в предыдущем месте. А вот они, собственно говоря, эти блокады фильма, которые снимались в Карелии. Нам их перечисляли. Мы сейчас ехали «Белое солнце пустыни», «Зори здесь тихие», «Деревянная утка на камнях», «Растут деревья», «Охота на пиранья». Ну, в общем-то, как бы здесь мне уже нравится тем, что здесь плюс еще и сосны, в том числе. А сосны я просто обожаю. Запах, аромат сосен. Ну, в мае, сказали. В мае тут открывают плотину и большое количество воды. Сейчас воды не так много. Там вниз хочется каким-то образом посмотреть. Когда снега тают, сходят с гор, здесь все переполняется, плотину открывают. И вниз все это спускается, как водопад. Все это дело. Места здесь, я еще раз говорю, заповедные. Поэтому ничего тут, никаких кафешечек, ничего нет. Экскурсия целый день. Поэтому, если вдруг кто-то поедет, берите все с собой. Вот где можно перекусить. Вот единственный перекус – это морожка, ягоды. 250 рублей. 250. Сами собирали? Да, на болотах. Из леса, на болотах. Я тоже как-то собиралась. Но сейчас пока не хочу. На болотах в этой местности сложно собирать все это дело. Молодцы, ребята. Что, верят со страдом, что сами собирали? Ну, такие юные предприниматели. И, собственно говоря, водопадики-то такие не очень большие там льются. Ну, это не основные водопады, куда мы. Потом мы сейчас уже… Следующая остановка у нас будет водопад Кивач. Пока что мы никак туда не доедем. Экскурсия у нас называется, еще раз говорю, Белая гора и Кивач. То есть основная… Я так поняла, что здесь так высоко подниматься. Основная как раз-таки это Белая гора. И мне понравилась эта экскурсия. А больше всего мне нравится… Знаете, какое огромное количество хочет на все это посмотреть. Людей много, желающих. Но как нам вот… Кто рассказал нам? Владелец нашей квартиры, в которой мы жили, он сказал, что… Не знаю. Правда, неправда. Это так вот на уровне слуха. Что Варламова сюда пригласили. Я так поняла, что проплаченный был ролик. Очень большое количество людей посмотрела. Многим блогерам заплатили. Всем, кроме нас. Для того, чтобы они пропиарили это место. И многие люди сюда едут, купившись на рекламу. Развивают. Тем самым туризм. Так оно и есть. Поверьте мне, билетов ни на что не было. Вот день в день вы приехали и взяли. Нет. Нужно все заранее. Маршрут продумывать весь заранее. Все нужно покупать заранее. Так здесь довольно-таки сложно спускаться. И что? Вот такую красоту мы с вами видим. Можно поделать фоточки. Можно спуститься еще чуть ниже. Вниз я не пошла. Ноги карабкаются по камням. Но как бы я смысла не вижу туда вниз лезть. Чтобы потом опять вверх лезть. Такое. А здесь, слушайте, а здесь форелевое хозяйство, что ли? Мне это интереснее. Сейчас нужно будет подойти посмотреть. Вот мы с вами ходили вот туда, куда все вниз спускаются. А я хочу пойти посмотреть на рыбку. И возможно здесь вот, сказали, какие-то пирожки все-таки здесь есть у нас. Так, что тут можно купить за пироги? Смотрите, мороженое. Много мороженого. Есть морс, сухарики, пироги, сосиски, калитки. Нам сейчас про калитки рассказывали, сейчас вам расскажу. Ну, кстати, цены хорошие. По 60 рублей. То есть здесь нет таких, знаете, что ценник в три раза завышен. Можно еще как с пирогички пряники взять. Коробочка пряников стоит 1600 рублей. Прям форелевое хозяйство вот здесь за углом. Все, хватит. Пойдет. Нам только в пакетик, пожалуйста. Ну, нам всем по одной тогда, да? Нет, ну, две не хватит на троих больших. Две штуки. Две? Ну, а что, она такая вкусная, да? Ну, давайте третью, конечно. Чтобы не передрались за рыбу. Вот здесь вот, смотрите, форелевое хозяйство. Я уже быстренько здесь все оббежала, посмотрела. Вот, видите? Прямо здесь разводят рыбу. Ее там очень-очень много. А мужик ловит там на удочку. Чего ее на удочку ловить, если ее тут сетями, наверное, выложивают. И вот 800 рублей за килограмм. Сегодня попробуем. Хотя, я не знаю, у меня такое видео длинное. Я не знаю, как там чего-то. Хочется экскурсию показать. В то же время это все настолько долго получается. Мы целый день. И с 7-часовой экскурсией получается, что вы видите, вообще ничего. Так, ну и времени сейчас 20 минут шестого. Экскурсия у нас, как вы помните, с половины двенадцатого. Заехали, все голодные, заехали в кафе. Завезли на дороге перед водопадом Макивач. Дали 45 минут на все это дело, чтобы покушать нужно. Чтобы сказали здесь, что сало копченое, вкусное. Что можно попробовать, кто любит сало. В общем, цены здесь такие не космические. Я возьму салат с редиски, наверное. Салат с редиски. Надеюсь, он недавно порезан. Рыба есть, свинина есть, рыба есть. Ух ты, форель копченая с овощами, наверное, вкусно. Какой-то то ли хлеб жареный, то ли что это такое. Не могу понять, что это такое вообще. Чебуреки. Причем чебуреки такие какие-то, как пирожки выглядят. Курица, наверное, или свинина. Свинина, по-моему, да? Свинина. Сосиска в тесте. Сейчас бывание у меня был бы рад. Вот такое вот кафе с очень демократичными ценами. Это первые мы такие цены видим. Петрозаводские. У меня вот такой вот ужин, наверное, тоже. Или обед, или ужин. Или ужин, совмещенный с обедом. Триста девяносто рублей. Отличный. Последняя у нас, и самая, наверное, может быть, одна из интересных остановок у нас на сегодня. Это водопад Кивач. У кого-то это начало экскурсии, у нас это конец экскурсии. А можно уточнить информацию? Это самый быстрый водопад или самый большой? Второй в мире, вы сказали. Второй не в мире, второй по величине равнинный водопад в Европе. А, равнинный в Европе. Второй по величине, спасибо. Потому что сейчас я вам навру, а так вам непосредственная информация от ГИДа. Также здесь можно потом будет посмотреть сувенирчики. Ну и так, чтобы никто не потерялся. Вывеска огромный. Водопад. Пока мы в автобусе ехали, раньше этот водопад было слышно издалека. Откуда-то из соседней деревни слагались стихи. Про этот водопад. Потом что-то русло реки перевели куда-то в другую сторону. Там при строительстве ГЭС или чего. И, в общем, водопад сильно измельчал. Все равно не с тем временем. Но все равно это очень быстрый водопад. За граждение не заходите. Я сейчас чуть ли не улетела туда. Будет водопад, потому что споткнулось. Камни здесь острые. Нужно быть очень и очень внимательным. Ну, и вот такая вот картина у нас с вами. Посмотрите. Красота необыкновенная. Знаете, вот есть... Переплавляются там на байдарках, на лодках. Вот эти вот спуски бывают. И, честно, я даже вот не представляю, да, спускаться, допустим, по такой реке, да. Здесь убиться можно, пока будешь здесь вот, лететь вниз. Но здесь несколько, здесь несколько этих направлений. Я смотрю, вот здесь вот тоже еще. Но тут уже ручеек по сравнению вот со всем предыдущим. Здесь уже такой ручеек стекает. Но это тоже очень-очень красиво. Но мы-то с вами еще Анталийский водопад видели. Вот тот очень-очень высокий водопад. А этот, видите, равнинный водопад. Но здесь сказали, что и высокий тоже есть. Просто Кивач ближе всего расположен к Петрозаводску. И за счет этого он более популярный. Просто более популярный, чем другие. Ну что я хочу сказать. Общие впечатления от экскурсии очень хорошие. Но в основном вот здесь у нас экскурсионная группа, она из Санкт-Петербурга. Они уже два дня вместе. У них вообще четырехдневная экскурсия. Можно три, можно четыре. И вот из Санкт-Петербурга они едут, заезжают в разные места. Вчера они были вообще в совершенно другом месте. Нам даже такое не предлагали. Сегодня у них вот как раз таки Белая гора. Завтра тоже они едут. Также экскурсионная у Рускеала. Поэтому они уже как-то все друг друга знают, познакомились. Гиды знают экскурсоводом. Ну вот так вот интересно путешествовать. Вот так как мы. Если вы на машине, на своей, это здорово. Если без машины, но как бы все-таки заранее лучше искать жилье. Мы, конечно, все нашли. И билеты наши, все нашли. Но сложно. Ты не можешь выбрать то, что тебе надо. Ты уже берешь то, что есть. Я имею в виду в плане жилья. Поэтому сейчас все делается онлайн. Лучше заранее все приобретайте. Билеты все оплачивайте заранее. Ну а здесь, конечно, бесподобный вид. Это просто красота. Какова красота. Сейчас нужно, наверное, забрать. Вон туда, на камень. Оттуда, я думаю, не только фотографии красивые получаются. Но еще очень красивый вид на водопад открывается. Вот так вот я застыла, чтобы сделать фотографию. Видите, никакие слова не передадут вам. То, что ты сейчас ощущаешься. Потому что ощущаешься масса впечатлений, масса эмоций. И это хорошо, что нам оставили напоследок такую красоту. Сейчас будешь всю дорогу ехать и дуть. Я это видела. Я шучу. Я шучу, но очень интересно. Очень хорошие люди встречаются. Мы сегодня встретили двух зрителей. Татьяну, Алевтину. Большой-большой им привет. Причем, ну, чисто абсолютно случайно. Алевтина нас просто поймала между такси и речным вокзалом, куда мы торопились на экскурсию. Сейчас вот встретили Татьяну. Она даже передала какие-то подарочки. Как всегда, все зрители скромные. Сам никто сниматься не хочет. Так я здесь не упасть бы. Вот. Поэтому, ну, спасибо большое. Это настолько приятно. Я не знаю, откуда берутся и фейсы, которые пишут гадости. Пока что от всех людей, которых я встречала на самом пути, все очень классные. Так, сейчас пойду в очередь, встану на этот камень. Так. Очередь на камень. Забраться и спуститься. Камень уже, можно сказать, отшлифовали все. Разумеется, мы на этот камень забрались. Сейчас. Как сесть. Как встать. Как сесть. Конечно. Слушай, ну, отсюда вообще вид-то открывается просто бомбически. Это самая лучшая фотография будет. В общем, фантастически. С прической сегодня что-то какая-то беда. Ничего сделать не могу. Вы не думайте, что я здесь так спокойно сижу. Там очередь. Надо же, чтобы залезть на эти камни повыше. Разумеется, все хотят. Ну, а я сейчас хочу сделать главную охоту в своей жизни. Это вот напротив вот этого вот водопада. Ну, водопад шикарный. Главное, не свались, пожалуйста. Смотрите, на камушках. Как стоят внизу. А мы на скалах. Пусть все ради вас. В общем, дорогие друзья, вот так вот мы сегодня с вами прогулялись. Надеюсь, что вам эта прогулка понравилась в том числе. Погода, конечно, в Петтозаводске несколько, не то что несколько, десяток раз меняется сейчас. Зато сейчас, зато вечером. Что вчера, что сегодня. Слушайте, я вышла. Здесь солнце. Надеюсь, гадюк нет. Они обычно, говорят, вылезают погреться. Так, в общем, я, как всегда, всем желаю добра, удачи, позитива, отличного настроения, путешествий. Не сидите дома. Да, сложно. Устали уже немножко к вечеру. Конечно, целый день передвигаемся. Сейчас еще час сказали ехать домой. То есть до 8 часов экскурсия с 11.30. Но впечатление незабываемое, впечатлений масса. Посмотрите. Посмотрите. Посмотрите на эту красоту. Какова красота. Певунья из меня, конечно, никакая. Но красота отсюда просто потрясающая. В общем, как всегда, увидимся с вами вновь. Нас завтра ждут новые приключения. Дорога стартовала. Русские. В общем, заранее купили экспресс. Но это все будет завтра. Сегодня я с вами прощаюсь. Добра, удачи, позитива. Пока-пока. Спасибо, что смотрите. И спасибо, что комментируете. Субтитры сделал DimaTorzok